Камера 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 В честь празднования 79-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Мы приветствуем вас на Октябрьской площади города Перми. Триумфальная победа наших предков в 1945-м навеки останется для нас символом величайшего мужества, стойкости и любви к Родине. Эта победа была добыта кровопролитной ценой невосполнимых потерь. Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Ла-ла-ла-ла... День победы, как он был от нас далек, Как костре под уши таял угорек. Пыли версты, отгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Это день победы, Сторгом пропад, Это праздник, С единою навискать, Это радость со слезами до глазах. День победы, День победы, День победы, День победы, Дни и ночи, Битву грунтную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, пороха в дровах. Это праздник, сединою на листах. Это радость, за слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились вы не все, босиком бы пробежаться по росте. Пол Европы, прошагали пол земли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это праздник, сединою на листах. Это радость, за слезами на глазах. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Композиция «День победы» Развучала в исполнении Пермского губернского оркестра художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Тверетинов, сводного оркестра Пермского гарнизона и солиста Пермского академического театра оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского Владимира Тайсаева. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Великая победа Это заслуга всего народа Свой весомый вклад внес каждый человек Воюющий в те годы на передовой Либо самоотверженно трудящийся в тылу Вечная слава героям-победителям Внимание! Поздравление губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина Уважаемые жители Пермского края Дорогие ветераны, товарищи офицеры, солдаты и матросы Сержанты и старшины, прапорщики и мичманы Поздравляю вас с днем великой победы Пермский край, как и вся страна, с гордостью вспоминает тех Кто сражался за свободу нашей Родины Тяжелые годы Великой Отечественной войны Мы помним каждого солдата Каждого друженика тыла Их мужество, отвага, самоотверженный труд Стали символом несгибаемого характера нашего народа Перекамья несло большой вклад в будущую победу За годы войны на фронт ушли около полумиллиона жителей края Наши земляки героически сражались на всех фронтах Они, в числе первых, приняли бой на советской границе Защищали небо Москвы и прорывали блокаду Ленинграда Добились перелома в битвах под Сталинградом и на Курской дуге Брали рейхстаг За годы Великой Отечественной войны Молотовская область стала родным домом Для сотен тысяч людей, потерявших близких и кров Более 180 предприятий вместе с трудовыми коллективами Были эвакуированы в наш регион Буквально с колес запускались производства Столь необходимой для фронтопродукции Образ 12-летнего пермика Вали Кусакина За станком Пенского моторостроительного завода Стал воплощением героического труда в тылу и детей, и взрослых Сегодня наши земляки выполняют воинский долг В рамках специальной военной операции Многие из них отвечены орденами и другими государственными наградами За исполнение боевых задач Уважение и слава нашим защитникам Дорогие земляки 9 мая был и остается главным праздником страны Гордимся и полним наших героев С праздником! С днем Великой Победы! Уважаемые ветераны и труженики тыла Вас поздравляют воспитанники Пермского президентского кадетского училища имени героя России Федора Кузьмина Войск национальной гвардии Российской Федерации Спасибо вам за победу! С праздником вас! С днем Великой Победы! С днем Великой Победы! С днем Великой Победы! Победы 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 На краю! ПЕСНЯ Государственный флаг и знамя победы Вносят курсанты Пермского военного института войск Национальной гвардии Российской Федерации Сержант Даниил Лобин и рядовой Станислав Плотников Ассистенты рядовые Алексей Язубов, Никита Маевский, Даниил Зыкин, Павел Зеленин Знаменную группу возглавляет старший лейтенант Антон Марсуров ПЕСНЯ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОРОД! 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 ВДЛЯВ ПРЕЧИ СЛЕВО! В ГРАП! ВОРОД! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ генерал-майор, войска фермского гарнизона для парада во знаменовании 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал-майор Крутухин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Генерал-майор Карабашин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю вас 69-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Великой Отечественной войне 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 Война! 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 Низкий вам поклон за все, что вы совершили во имя нашей любимой Родины. Отдельно хочу поздравить с великим праздником победы воинов, уроженцев Прикамья, которые сражаются в зоне специальной военной операции. 830 воинов-прикамцев награждены государственными наградами, орденами и медалями. Мы гордимся вами и делаем все возможное, чтобы приблизить день победы, который обязательно будет. Слава солдатам победы! Низкий поклон труженикам тыла! Слава народу победителю! Ура, товарищи! Слава народу победителю! КОНЕЦ ПАРАД ПИРНОВА! ПАРАД ПИРНОВА! ПАРАД ПИРНОВА! ДАРЖЕСТВОМ sulfу! Воротна! На одного линейного дистанции Первая рота прямо! Остальные направо! На плечо! Равни направо! Шагом! Равни направо! Равни направо! Равни направо! Парад открывает рота барабанщиков Пермского президентского конецкого училища имени Героя России Федора Кузьмина Войск Национальной Гвардии Российской Федерации Выпускники училища получив образование успешно служат в различных силовых подразделениях выполняют служебно-боевые задачи специальной военной операции Многие из них награждены государственными и ведомственными наградами Следом за знаменной группой на площади штандартов фронтов Великой Отечественной войны Право пронести стандарты предоставлено курсантам Пермского военного института войск Национальной Гвардии Российской Федерации Торжественным маршем Чехани-Шаг по Октябрьской площади идут воспитанники Пермского Суворовского военного училища Училище является единственным в России Довузовским образовательным учреждением Министерства обороны подведомственным ракетным войскам стратегического назначения Училище гордится своими первыми выпускниками которые уже сегодня защищают границы нашей Родины проявляя мужество, героизм участвуя в специальной военной операции Парадный расчет возглавляет заместитель начальника училища по тылу полковник Бурляков Андрей Юрьевич Торжественным маршем проходит парадный расчет Пермского военного института войск Национальной Гвардии Российской Федерации Возглавляет парадный расчет начальник военного института полковник Симолабов Филипп Андреевич Вслед за боевым знаменем в парадном строю профессорско-преподавательский состав его возглавляет заместитель начальника кафедры огневой подготовки полковник Матарас Артем Александрович Четко чеканья шаг проходят парадные расчеты факультетов и институтов Факультет технического обеспечения который осуществляет подготовку по специальности транспортные средства специального назначения на их смену выходит факультет тыла Парадный расчет факультет осуществляет подготовку специалистов по специальности Колобоя обеспечения служебной деятельности Замыкает парадный строй курсантов Бабульдет инженерного обеспечения Осуществляющий подготовку по специальностям Наземные транспортные технологические средства И специальные радиотехнические системы Срок обучения в институте от 4 до 5 лет На площади парадный расчет 764-го истребительного авиационного полка Его возглавляет командир полка, летчик 1-го класса Якугин Ярослав Николаевич На протяжении 70 лет личный состав полка Выполняет задачи по защите воздушных рубежей России За его историю в полку проходили службу 5 героев Советского Союза А в настоящее время в строю 13 кавалеров Ордена Божества И более 70 военнослужащих Награжденных государственными наградами Парадную колонну Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний Возглавляет заместитель начальника института Полковник внутренней службы Кандидат педагогических наук Павел Станиславович Осипов Институт осуществляет подготовку специалистов В области охраны и конвоирования Режимы надзора для учреждений уголовно-исполнительной системы Курсанты института ежегодно становятся Обладателями именных снижений президента И правительства Российской Федерации Начальник института Кандидат экономических наук Почетный работник сферы образования РФ Полковник внутренней службы Жимулин Сергей Будемирович Парадным маршем проходят сотрудники Главного управления Федеральной службы Исполнения наказаний по Пермскому краю Начальник управления Генерал-майор внутренней службы Мустайкин Леонид Викторович С оружием, парадным маршем Проходят сотрудники отдела Специального назначения Медведь Под руководством начальника отдела Болковника внутренней службы Молчина Александра Анатольевича Многие из них побывали В служебных командировках На территории Северокавказского региона Из-за личного мужества и отвагу Пять сотрудников отдела Награждены государственными наградами А селены достойны высшей формы отличия Подразделения правоношения Крапового берета На Октябрьской площади Парадный расчет Главного управления МЧС России По Пермскому краю Им обладает генерал-майор внутренней службы Урусов Александр Валерьевич Личный состав управления Проводит спасательные работы И тушение пожаров Не только на территории Пермского края Недавно личный состав вернулся Из Оренбургской области Где требовалась помощь При борьбе с разгулянкой Всеводной стихии На Октябрьской площади Специальное управление Федеральной противопожарной службы Номер 34 МЧС России Управление было образовано В 1967 году И с тех пор надежно несет свою службу Специальное управление Возглавляет полковник внутренней службы Скрипин Виталий Владимирович На марше Казеты Пермского президентского Казетского училища имени Героя России Федора Кузьмина Войск Национальной гвардии Российской Федерации Начальник Казетского училища Кандидат педагогических наук Полковник Ганныгин Евгений Борисович Сегодня в строю идут победители И призеры интеллектуальных конкурсов И спортивных соревнований Коснудинов Илья Бобов Матвей Квашин Игорь Сайфундинов Данил Постанового Александра Смолекова Екатерина На марше Старейший Казетский корпус России Пермская Казетская школа номер один Имени Гералисимуса Суворова Директор корпуса Заслуженный учитель Российской Федерации Отличник физкультуры и спорта Российской Федерации Почетный гражданин города Перми Валиев Марат Байрамшевич На площади Парадный расчет регионального отделения Всероссийского военно-стриотического движения ЮН-Армия Участники парада являются неоднократными призерами Победителями военно-спортивных соревнований разных уровней Возглавляет парадный расчет Заместитель директора гимназии номер три Подполковник запаса ветеран боевых действий Соловьев Александр Евгеньевич Прохождение Беших колонн Завершает парадный расчет Кинологического факультета Пермского военного института Войск Национальной Гвардии Российской Федерации Со служебными собаками Возглавляет парадный расчет Заместитель начальника факультета По учебной работе Полковник Давыдов Денис Владимирович В торжественном марше Проходит также знаменная группа ЮН-Армейского отряда Школы номер 136 Им доверено право пронести Воинскую реликвию Боевое знамя 118-й танковой бригады Недавно это знамя было передано Министерством обороны Российской Федерации Пермскому краю На вечное хранение Субтитры создавал DimaTorzok На марше механизированная военная техника Открывает прохождение механизированных колонн Легендарное оружие победы Катюша Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 На базе автомобиля ЗИС-6 Принята на вооружение В июне 1941 года Прошла всю войну И стала родоначальницей Системы РСЗО в нашей армии И в армиях других странах Наша пермская Катюша Восстановлена в мастерской Учинно-патриотического центра Русского боевого искусства Имени генерал-майора Роздова И уже традиционно Возглавляет прохождение военной техники На параде в День Победы На Октябрьской площади На марше современная техника Росгвардии Бронетранспортеры Пермского военного института войск Национальной гвардии Российской Федерации Возглавляет колонну Бронетранспортер БТР-82М Командир экипажа Подполковник Механошин Александр Сергеевич Водитель Старший прапорщик Бабин Антон Владимирович Следом Четверка БТР-80 Представленные бронетранспортеры Состоят на вооружении Войск Национальной гвардии Российской Федерации И предназначены Для уничтожения живой силы И легко бронированных целей противника А также транспортировки личного состава К месту выполнения служебно-боевых задач В колонне Также представлены командно-штабные машины На базе автомобиля КАМАЗ Они применяются на полевых узлах связи С целью повышения их оперативных И тактико-технических характеристик Расширение функциональных возможностей Существующих систем связи Далее в колонне представлены Бронированные автомобили Бронированный автомобиль Урал-Звезда И бронированный автомобиль КАМАЗ-Патрук Предназначенные для транспортировки Личного состава К местам проведения операции Оберации Весна Каакин Каакин Курина 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 Замыкает колонну Пермского военного института войск Национальной гвардии Российской Федерации Автомобиль «Урал» с зенитной установкой «Зу-23» Сейчас на марше колонны техники мотовилихинских заводов Реактивная система залпового огня «Корнадо-Г» Является новейшей модификацией знаменитого «Града» РСЗО предназначено для нанесения одиночных и залповых ударов По командным пунктам, минометным и артиллерийским батареям бронетехники И живой силе противника Следом российская буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б» Предназначена для уничтожения тактических средств ядерного нападения А также оборонных сооружений Подавление живой силы и огневых средств противника Для повышения скорострельности и снижения удавляемости расчетов Орудие оснащено двумя пружинными досылателями заряда Советская 152-мм буксируемая пушка «Гиацин-Б» Относится к крупнокалиберной артиллерии На испытаниях успешно применялась при температуре минус 50 и плюс 50 градусов Цельсия Даже на сегодняшний день «Гиацин-Б» полностью отвечает современным требованиям 120-мм батальонное самоходное орудие Так называемый самоходный миномет «Нона-СВК» Разработано в конструкторском бюро мотоинственских заводов На базе шасси плавающего колесного бронетранспортера «БТР-80» «САУ-2С-23 «Нона-СВК»» Способный вести прицельный огонь без предварительной подготовки С закрытых позиций и прямой наводкой Следом транспортно-заряжающая машина 9П-255 Предназначена для временного хранения, транспортирования и заряжания боевой машины 9А-54 Транспортно-заряжающая машина разрабатывается на доработанном шасси грузового автомобиля МАЗ-543А Завершает парад механизированных колонн 300-мм реактивная система залпового огня «Торнадо-С» Разработана на основе РСЗО-9К-58 «Смерч» И предназначена для огневого поражения на глубину оперативного построения войск противника Полный залп реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» Является вторым показанием после применения ядерного оружия Полным залпом накрывает площадь 67 гектаров Завершает военный парад сводный оркестр Пермского гарнизона В составе военного оркестра Пермского военного института 8 Национальной гвардии Российской Федерации Под руководством капитана Евгения Жабалина Оркестр 10-го пожарного спасательного отряда Дирижер старший лейтенант Вячеслав Третьяк Оркестр Пермского Суворовского военного училища Дирижер майор Игорь Лавриков Оркестр Восковой части 342-6 Войск Национальной гвардии Российской Федерации Дирижер старший прапорщик Владимир Ванов Войск Национальной гвардии Российской Федерации На этом торжественное прохождение войск Пермского гарнизона Посвященное 79-й гравщине победы советского народа в Великой Отечественной войне Окончено Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие земляки и гости Пермского края С праздником вас! С днем Великой Победы! С днем Великой Отечественной войны Нормально расстояние будет Субтитры создавал DimaTorzok Вдруг плавучая мина из тьмы ледяной Показалась по правому борту Загорелась тревогой душа моряка Видно время со смертью поспорить Был дружок на борту И не стал дружком Как стоял, так и бросился в море Возле якорной цепи он мину схватил И повел ее в волны морские Чтоб, как прежде, корабль наш На битвы ходил Да чтоб крепче стояла Россия Низко стелются тучи И ветер древет Вдруг товарищи от тебя падают На мгновенье над волной Планы встает И ветер древеси И ветер древеси И ветер древеси Продолжение следует...